В Тверской области с этого года увеличены предельные размеры грантов по программе «Агростартап», которая разработана для поддержки фермерских хозяйств. Такое решение было принято во вторник на заседании регионального правительства. На какие цели аграрии могут направить эти средства и каковы требования к заявителям на предоставление гранта, рассказывает наш корреспондент. На территории Верхневолжья функционируют как крупные сельскохозяйственные предприятия, так и фермерские хозяйства. Количество последних с каждым годом растет. Поддержать начинающих аграриев – одна из важных задач регионального правительства. Фермеры, которые на рынке меньше года, могут рассчитывать на поддержку государства. Так в регионе действует программа «Агростартап». В ее рамках начинающие сельхозпроизводители могут рассчитывать на грант. С 2020 по 2022 года было выдано 33 таких гранта на общую сумму 17,5 миллионов рублей. В начале на грант могли рассчитывать фермерские хозяйства молочного и мясного скотоводства. С 2022 года перечень получателей расширился, и гранты по программе стали доступны, например, пчеловодам, птицеводам, а также сфере овощей и картофелеводства. Это позволит обеспечивать натуральные качественные продукции тверского покупателя. Мы поинтересовались у жителей Твери, даже у гостей города, покупают ли они сельхозпродукцию Верхневолжья. Как выяснилось, чаще всего на столах тверских семей оказываются молочные продукты местного производства. Молочные продукты мясные. Если в одном нет, в каком-то другой, то специально за ними. По вкусу очень нравится, по качеству нравится. У меня, тем более, двое детей, и я стараюсь заботиться о здоровье, чтобы ели качественные продукты. Картошка, свекла, капуста. Все хорошо, все вкусно. Молочные продукты замечательные. Масло, творог, да, замечательные. И вот они приезжают в Дубну, и даже большие очереди образуются за этой продукцией. Да, я, знаете, люблю молочные продукты. Я сама тверичанка, коренная, так что, да, я бы предпочла наши тверские продукты и овощи в том числе. В этом году на заседании регионального правительства было принято решение увеличить предельный размер гранта для обеспечения затрат на реализацию проекта по созданию и развитию хозяйства. Так, те, кто занимается разведением крупного рогатого скота, могут рассчитывать на выплату от 5 до 7 миллионов рублей. На погашение не более 90% затрат, а по иным направлениям с 3 до 5 миллионов. Это важная программа, особенно для малого бизнеса, кто работает на земле. Мы считаем, что сегодня эта программа должна быть увеличена не только и в количестве денежного, но и в количестве качественного по географии продвижения на территории нашего региона. Такая задача поставлена Министерству сельского хозяйства и моим коллегам из правительства. И мы вместе с главами сами еще раз проанализируем, чем нужно дополнить эту программу, чтобы она стала более популярной. Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для производства, переработки и хранения продукции, а также приобретение участков из состава земель сельхозназначения, сельскохозяйственной техники и животных. Продолжение следует...